Каждый день я работаю с девушками, которые обращаются ко мне по разным абсолютно проблемам. Это и взаимоотношения с мужчинами, это и с своим мужем, не могут встретить свою любовь, или, например, проблемы на работе, не знаю, чем заниматься. И знаете, что я поняла, анализируя все вот эти ситуации, что вся проблема в нашей уверенности в себе, в нашей самооценке и в том, как мы к себе относимся. Да и не только других женщин анализирую, я и смотрю на свою жизнь. Я, когда проходила определенные этапы и то, где я нахожусь сегодня, я поняла, что все это было связано с моей самооценкой и тем, как я к себе отношусь. Что такое самооценка? Это наша ценность и то, как мы себя позиционируем этому миру, как мы воспринимаем свою ценность в этом мире, себя в этом мире. Казалось бы, такие слова банальные. Сейчас очень много говорят, как полюбить себя, как стать уверенной в себе. И некоторым кажется это совершенно непонятно. То есть, зачем это надо? Я вроде так уверенная в себе, да? Но если посмотреть на свою жизнь со стороны, если задать себе вопрос, а счастлива ли я на 100%, устраивает ли меня все на 100%? Многие из нас скажут нет. Многие скажут, что мне вот как-то с мужем не так ладится, как-то у меня, не знаю, работа не совсем любимая или не знаю, чем мне заниматься. И вот тут нужно обратить внимание именно на самооценку. Хочу немножко поговорить о том, откуда же у нас берутся эти проблемы. Конечно же, все родом из детства. Как обычно, это всегда так. Когда нас родители, они не со зла это делали. Они хотели нам только добра, они нас очень любят, да? И хотели всегда всего лучшего для нас. Но почему-то они говорили нам, что посмотри, возможно, на других. Ты немножко не такая, как они. Тебе нужно лучше учиться, чтобы ты была хорошей. Тебе нужно, не знаю, не кричать, чтобы тебя как-то не заметили. Они нас сравнивали. Сравнивали с другими и говорили, и обычно это было не нашу пользу. И они хотели этим что сделать? Чтобы мы стали лучше, да? Чтобы мы как-то больше стали, ну, учиться лучше, да? Чтобы мы стали лучше выглядеть, лучше себя вести. Но что они сделали? Они сделали, что мы начали оглядываться по сторонам и сравнивать себя с другими. И обычно это реально не в свою пользу. Мы смотрим, что кто-то красивее, да? Нам кажется, что кто-то красивее, кто-то успешнее, кто-то богаче, кто-то лучше выглядит, да? Кто-то как-то одевается красивее. И мы всегда вот этим всем себя просто опускаем все ниже, ниже и ниже. И что получается? Что мы не можем встретить ту любовь, которую нам надо, того мужчину, которого мы хотим встретить, потому что мы считаем себя недостойной. Мы считаем, что вот она лучше, а я, ну, обычная, простенькая девочка. Что же я могу? Мы ходим на ту работу, которая нам не нравится, которая нас не устраивает, потому что нам так сказали, что так нужно, потому что в социуме решили, что, ну, вот так вот надо. И мы даже боимся задать себе вопрос, что же мне нравится, что я люблю делать, что я хочу делать, какая моя ценность в этом мире. Ведь я считаю, что мы с вами не будем счастливы до конца, если мы не раскроем свой потенциал, свою внутреннюю силу и тот талант, который сложен в нас с самого рождения. А мы этого не можем сделать, пока мы не уверены в себе, пока мы считаем себя хуже, пока мы считаем себя какой-то не такой, некрасивой, нехорошей и так далее. Мы не можем встретить свою любовь. Опять же, потому что, думаем, этот мужчина меня никогда не посмотрит. Я некрасивая. Да что он вообще нашел? Ничего у меня такого нет. И поэтому самое главное, что нужно обратить внимание, это надо на нашу самооценку. Очень много уже рассказала о том, откуда это взялось. Теперь хочу дать несколько советов, как же все-таки поднять свою самооценку. Конечно, это дело не одного дня. Мы не можем вот так проснуться, щелкнуть пальцем и все. Вот сделала одно упражнение, и я уже считаю себя самой красивой, самой лучшей. Нет, на это нужно время. Но если мы будем делать ежедневно хотя бы что-то, какое-то действие направлено именно на это поднятие самооценки, то очень скоро мы заметим результаты. Первое, с чего нужно начать – это наша внешность. Сейчас многие скажут, что внешность – это не главное, главное – внутреннее состояние. Да, конечно. Но я всегда за баланс. За баланс между внешностью и внешним, и внутренним. Почему с внешности начинаем? Потому что нам будет виднее результат. А когда мы видим результат, у нас больше появляется уверенность, и это как замкнутый круг. Если вам не нравится что-то в себе, если вы считаете, что, не знаю, возможно, вы немножко полненькая, или худенькая, наоборот, чересчур, вам так кажется. Или у вас там лишние 5 сантиметров на талии, или 3 сантиметра, неважно. Если вы так считаете, если вам некомфортно в этом, нужно это менять. Если есть какая-то проблема у вас, связанная с вашей внешностью, всегда можно ее решить. Если вам не нравится ваша улыбка, вперед к стоматологу. Если вам не нравится, не знаю, что вы сутулитесь, всегда это можно решить с помощью массажа, с помощью упражнений. И даже не нужно на это тратить много денег. Вы можете самостоятельно дома заниматься. Главное – желание. И вот когда вы уже будете видеть результаты во внешности, у вас больше будет уверенности в себе появляться с каждым днем. Пусть банально, но это работает. И опять же, еще такой нюанс. Если эти лишние килограммы, вы считаете, что они лишние, обязательно, то должно быть ваше мнение. Если вам это сказал, не знаю, муж, мама, или кто-то там на работе, что вот вы как-то плохо выглядите, вам нужно меняться, не слушайте. Если вам комфортно вот так, как вы выглядите, это значит, так вы должны быть, так вы чувствуете себя круто, кайфово и уверенно в себе. Это самое главное. Следующий пункт, о котором мы поговорим – что такое любовь. Мы когда любим своего ребенка, что мы делаем? Мы о нем заботимся. Первое, что происходит – мы заботимся о нем, потому что он сам этого делать не может. И поэтому так мы проявляем свою любовь. Соответственно, к себе мы точно так же можем проявить эту любовь – заботой. Что такое забота? Это, опять же, и, возможно, какие-то, не знаю, на свою внешность процедуры. То ли массаж, то ли, возможно, как-то себя побаловать, то ли сходить с подружкой куда-то в кафе, чего вы там редко, допустим, делаете. Делать то, что вам нравится. И самое главное – это не идти на компромисс с собой. Когда вам что-то говорят делать, а вы этого не хотите, вы всегда это чувствуете. Всегда. Просто мы либо переступаем через себя и говорим, ну как же, мне нужно это сделать, я буду плохая, или как-то меня неправильно поймут, и делаем то, что мы не хотим. Но самое важное – этого не делать. И умение иногда в определенных ситуациях сказать «нет». Нет, я не хочу этого делать. Нет, я не буду этого делать. Мне это не нравится. Мне это не приносит удовольствия. Я не хочу этим заниматься. И тогда, когда вы поймете, что вы можете говорить «нет», вы будете больше говорить себе «да» и тем моментам, которые придут в вашу жизнь новые моменты. Главное, опять же, не переступать через себя. Следующее что? Я когда-то услышала фразу, которая очень мне так запала в душу, что любовь к себе равно знание себя. Очень часто мы этим вопросом вообще не задаемся. Мы с детства опять же идем в садик, потом в школу, потому что так надо. Потом поставим университет, потому что тоже так надо. Потом идем дальше на работу, и мы особо не спрашиваем себя, чего я хочу, что мне нравится делать, как я хочу видеть себя, не знаю, через год, через два, через пять, через десять, себя, свою жизнь, кто будет рядом со мной. Опять же, если касается встречи свою любовь, девочки очень часто даже не думают о том, что будет после свадьбы. Они хотят только найти кого-то, мужчину, выйти за него замуж, и все. Дальше уже все сложится, как в сказке. На самом деле нет. Нужно знать, во-первых, что ты хочешь от себя и от этой жизни, и точно так же своего партнера. Если у вас ценности будут совпадать, вы тогда будете счастливы. Если у вас ценности совершенно будут противоположны, у вас всегда будут проблемы, ссоры, и с этого ничего хорошего не выйдет. Поэтому первое, что мы начинаем с себя. Есть очень классное упражнение, но чем вы можете воспользоваться? Идете на свидание с самой собой, наряжаетесь очень красиво, одеваете лучше свое платье, каблуки, не знаю, делаете макияж, прическу, и идете либо в свое любимое кафе, возможно, на природу, там, где вы чувствуете себя очень здорово и вам очень там нравится. И берете свой любимый блокнотик. Опять же, он должен быть... Все в жизни женщины должно быть красиво. Тогда вы наполняетесь этой красотой, и вы можете отдавать эту красоту миру. Поэтому берем красивый блокнотик и садимся, и задаем себе вопросы. «Кто я?» Вроде такой элементарный вопрос, но сколько я спрашиваю у девушек, они не знают, кто они. Максимум, что это может быть жена, мама, и дальше на этом... Все, на этом наши ответы заканчиваются. Мы все-таки в первую очередь личности. Да, жена, мама — это наши роли, которые очень важны в жизни каждой женщины, но они не единственны. И пока ты не знаешь, кто ты, очень сложно быть уверенной в себе на 100%. Так, дальше какие еще вопросы? «Чем я хочу заниматься?» «Что мне нравится делать?» «Что мне делать не нравится?» Вот тоже такие два пункта пишем, два списочка, да, что я люблю делать, что я не люблю делать, что заставляют меня делать, да. И когда мы это прописываем, второй пункт, второй столбик там, где что мне не нравится делать, нам нужно его вообще убирать в своей жизни. Да, не всегда это легко. Не всегда это получается с первого раза и в тот же день. Но когда мы знаем это, когда мы знаем, что мы не любим, когда мы знаем, чего мы не хотим, и знаем, чего мы хотим, мы можем легко поменять эту ситуацию. Еще есть одно очень классное упражнение, которое я всегда даю девочкам Они у меня есть и в бесплатном доступе, и во всех моих платных курсах Потому что оно шикарное Оно очень простое, но дает очень эффективные и дает классные результаты Значит, оно называется «Я тебя люблю» Становимся перед зеркалом Вообще лучше голое абсолютно Для того, чтобы вы могли воспринимать вообще себя и свое тело И, ну, если не голое, не можете это делать, вы можете так и так Но главное смотреть в себя в глаза и повторять «Я тебя люблю» В этот момент очень часто у девушек либо вообще никаких чувств внутри не вызывает эти слова Либо, наоборот, какое-то отвращение, либо как-то неприятно становится, непонятно И это вот есть как раз признак того, что вы себя не совсем любите И не совсем себя оцениваете так, как нужно, и не заоцениваете Значит, мы каждый день, лучше по два-три раза, сколько возможно, мы становимся и это делаем И поверьте, через буквально неделю-две вы почувствуете совсем другие ощущения Вы будете говорить себе «Я тебя люблю» И будете чувствовать тепло внутри Вот когда это тепло вот здесь появится, тогда вы уже на правильном пути И в этот момент вы увидите, что ваша жизнь очень много начнет меняться Это звучит очень легко, банально и просто, но это действительно работает Очень много бы хотела задать вам упражнений, но я не успеваю за так короткое время рассказать все Поэтому я решила для вас провести в рамках моего марафона уверенности Я хочу сделать такой небольшой мини-квест Онлайн будет проходить в моем инстаграм С 13 по 17 сентября Я буду ежедневно давать вам задания для того, чтобы вы могли увеличить свою уверенность Прокачать свою самоценность И вообще стать для себя чуточку лучше Это совершенно бесплатно, вы можете участвовать абсолютно с любой точки мира Поэтому я очень буду рада помочь каждому из вас стать немножко счастливее в своей жизни Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!